Дай почитать Из Подольска он получил золотую маску Прозаик и поэт А еще у него необычное хобби Он увлекается так называемым Медитативным туризмом Любит путешествовать на маленьких Поездах по глухим железнодорожным Веткам. Каждая глава Одна поездка. Например, Псков Дно, Кисловодск, Тихорецкая, Москва Савелово, Углич, Савелово, Москва Балагое, Осташков, Балагое Таких путешествий за 2022 год Дмитрий Данилов Совершил 14. И о каждом С разной степенью детализации Написал. И о нашей Российской повседневности, и о попутчиках И о себе. Но эти путевые Заметки не документалистика И не публицистика Безусловно, это художественная проза В которой есть и философские раздумья И правда жизни, и вымысел Даже миф. Как правило, структура Каждой главы путешествий Одинакова. Начинается с описания Модели поезда. Потом описание Пейзажных и урбанистических Картин за окном. Потом портреты Попутчиков. Потом Железнодорожной станции. Особая Метафизическая атмосфера дороги Так любовно описанная В русской литературе. И Пушкинами Лермонтовыми, Гоголями, Некрасовыми Твардовским. В детстве Данилов часто ездил по железной Дороге вместе с матерью Именно ей, Галине Ивановне Власовой. И посвящена Эта книга. К сожалению, она умерла На 79-м году жизни От повторного инсульта в январе 2022 года. Писатель Рассказывает о своей маме Тепло с любовью и с покаянием Я часто огорчал ее Вел слишком вольную по ее Представлениям жизнь, хотя, казалось бы Не реализовал некоторые Ее ожидания. Не стал ни музыкантом Ни переводчиком или лингвистом Не получил высшего образования Но и что тут скажешь Огорчать наших родителей Это часть нашего сыновнего Дочернего долга. Образ матери Присутствует в путевых заметках А еще огромная тоска сына И горе потери. Очень трогательно Следует отметить, что Книга по объему небольшая Всего 200 страниц, но читается Небыстро. Автор задает читателю Неторопливый ритм Мы забываем о суете и быте О хандре и унынии Едем в новые, нам незнакомые места Размышляем о главном Великом даре жизни 16+. Дай почитать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok